Мемориал воинам-химикам на улице Заводской – один из самых известных в Щелкове. Он был открыт 9 мая 1975 года и посвящен работникам Щелковского химзавода, не вернувшимся с войны. Воины-химики воевали не только на фронте. Завод работал бесперебойно и производил для военных целей различную химическую продукцию, в том числе знаменитые коктейли Молотова. А еще это место известно тем, что здесь, в клубе химзавода, находился призывной пункт, где 6 июля 1941 года формировался Щелковский батальон народного ополчения. Годы проходят, но жива традиция в коллективе уже современного предприятия Щелково-Аграхим проводить здесь митинг в преддверии Дня Победы. На него всегда приглашают почетных гостей. Помним всех тех, кто защищая Щелково, защищая Подмосковье, защищая родину, ушел, не вернулся или погиб, или находился в плену и умер там. Но самое главное, что мы все здесь присутствующие помним своих героев. Мы вспоминаем тех, кто не вернулся, и говорим слова благодарности тем, кто живет сегодня, кто вынес на своих плечах всю тяжесть войны и восстановления нашей страны в послевоенные годы. День Победы – праздник общенациональный. В нашей стране, в бывших республиках Единого Советского Союза, нет семьи, которой прямо или косвенно не коснулась Великой Отечественной. Величайшая война советского народа против огромной силы, которой наш народ не покорился. Цена Победы – 27 миллионов жизней. Я призываю всех, кто сегодня на митинге, призываю тех, кто нас увидит и услышит, никогда не забывать о безмерной величии этой войны, о безмерном значении этой победы, о безмерных потерях наших и величии тех людей, кто выстоял, остался жив, продолжил строительство, восстановил химический завод. И сегодня только нашим трудом мы можем поддерживать значимость нашей великой победы. По традиции, всех погибших на фронтах Великой Отечественной и героев, ушедших за 76 лет после ее окончания, почтили минуты молчания. К мемориалу воинам-химикам возложили живые цветы. Особое внимание и уважение сегодня тем живым, кто на себе прочувствовал тяжесть военных лет, кто участвовал в боях, трудился без отдыха в тылу, или чья детская память навсегда сохранила совсем не детские воспоминания. В их числе ветеран труда, дочь щелковского ополченца Ивана Плюснина, Нина Иванова, и участник Великой Отечественной, Иван Зима. В 17 лет его призвали на фронт. Первую боевую награду Иван получил за пленение немецкого офицера, который доставлял важные документы. Сегодня его слова особенно важны и ценны. Мы должны помнить величайшие потери, которые потерпел советский народ. Давайте будем учить молодежь быть преданным Родине, уметь защищать честное соединство нашего великого народа. Не забывать страстное горе, которое пережил советский народ в 1941-1945 году. Всего хорошего желаю вам, дорогие мои. С праздником Победы! Продолжение следует...